люблю разного рода сравнения так здесь у нас один кусочек грудинки вот это вот краешек разрезанный это вот с ребрышками видно значит в чем будет сравнение это у нас засол где-то двое суток в рассоле 100 грамм соли на литр воды я ее прокипечиваю чтобы травы все раскрылись вот остужая добавляя чесночка и пару суток у нас это маринуется а это будет прям накануне сделано маринатором сейчас мы это уберем во фреш камеру двое суток прошли мясо в рассоле готова наступила очередь вот этих сырых кусочков сейчас здесь добавлена вода и три процента соли от веса мяса вот наш вакууматор маринатор включен цикл два раза по 15 минут то в принципе достаточно единственное что я немножечко прокалываю мясо для шашлыка идеально а вот для таких кусочков все-таки это не помешает ну чтоб здесь принцип губки накачал откачал накачал откачал процесс приготовления закончен это два кусочка из рассола это у нас те что из маринатора не он покраснение много кстати сетку убрал потому что краешек очень так разваливался но вкус будем пробовать разницу в посоле завтра эксперимент завершён слева кусок из маринатора справа из рассола значит так слабо очень соль чувствуется очень слабо здесь достаточно сильно ну скажем так тех кто любит не очень соленая маринатор посольнее ближе к такому вкусу сала справа оба имеют право на жизнь вот но когда надо скоро можно маринатор когда вот какую-то глубину все-таки вкуса наверно все-таки рассол но самый главный миф как всегда о том что ой там специи в рассоле ой это так вкусно все неправда как обычно копчение убило все только вкус мяса и соли собственно говоря вот и все а вот если уже хотите какие-то специи вот как только горячая как я всегда собственно говоря и делаю вытаскивается обсыпается специями в пленку дается остыть чтобы все специи раскрылись и только тогда убирается холодильник и вот в принципе тогда вкус там каких-то любимых специй и появляется в остальном мясо и соль и и Продолжение следует...